Танк «Маус» Немногие бронированные машины способны удивить нас так же, как 180-тонный стальной великан — немецкий тяжёлый танк «Маус». Он начал разрабатываться после закрытия проекта тяжёлого танка «Лёв» с марта 1942 по июль 1944 года. Фирма «Крупп» должна была построить 141 единицу данной техники, но бомбардировки военно-воздушных сил Великобритании помешали этим планам. В 1943 году в ходе воздушной битвы за Рур заводу «Крупп» были нанесены серьёзные повреждения. Вследствие этого производство танка «Маус» было невозможно на протяжении 8 месяцев. А когда инфраструктуру всё же восстановили, заказ был сокращён со 141 машины до двух танков и одной башни. Если бы не регулярные налёты британской авиации, срывавшие работу военных заводов Германии, то вполне возможно, что «Маус» был бы изготовлен крупной серией ещё до принятия на вооружение и даже использован на фронтах Второй мировой войны. Однако этого не произошло. В игре же «Маус» является венцом ветки развития немецких тяжёлых танков. Мы дадим оценку тактико-техническим характеристикам этой машины в сравнении с другими ТТ 10 уровня. Самые высокие показатели будут иметь рейтинг в 10 баллов, а наименьшие — единицу. По динамическим характеристикам он уступает своим одноклассникам. Скорость поворота шоссе — 15 градусов в секунду, башни — 14 градусов в секунду. Максимальная скорость составляет 20 км в час. Огневые качества также являются не самой сильной чертой этого танка. Время сведения — 2,9 секунды. Разброс при выстреле равен 0,38 метра на каждые 100 метров. Разовый урон составляет 490 единиц. Пробитие бронебойным снарядом в среднем равняется 246 мм. Бронирование нашего танка — одно из лучших в игре. Верхняя броневая деталь толщиной в 200 мм расположена под углом 52 градуса и способна выдерживать попадание от самых мощных орудий в игре. Борт корпуса — 185 мм, но отсутствие угла наклона сильно снижает ее эффективность. Лоб башни составляет 240 мм и имеет выпуклую форму. Борт башни равен 210 мм и располагается под углом в 30 градусов. Пробить ее — трудновыполнимая задача для большинства танков. Прочность танка — 3000 единиц, что является максимальным показателем в игре. Обзор равен 400 мм, как и у других тяжелых танков этого уровня, за исключением британца. Подведем итог. Слабые стороны Мауса, низкая динамика и посредственная огневая мощь. Кроме того, огромные габариты делают из него отличную мишень для артиллерии. Главное преимущество этой машины — большой запас прочности и хорошее бронирование. Уязвимыми местами являются щеки башни, нижний бронелист и слабо защищенная часть борта, попасть по которой можно, стреляя в передние катки под углом. Рассмотрим тактику ведения боя. «Маус» — это танк первого ряда. Он может принять на себя урон, прикрыв союзников от вражеского огня. Традиционно для тяжелых танков идеальным местом ведения боя являются городские карты. Мы можем уверенно удерживать или продавливать направление. При этом угроза удара артиллерии практически отсутствует. Не стоит забывать про уязвимые места. По возможности прячем нижний бронелист и держим башню, повернутый так, чтобы враг не мог выцелить щеки. Важно понимать, что нам нужно делать на разных стадиях развития боя. Не стоит на первых минутах рашить направление только потому, что впереди никого не видно. Враг может поджидать вас за углом. Если же вы точно уверены, что впереди вас всего несколько танков, смело продавливайте направление, заручившись поддержкой союзников. Помощь сокомандников очень важна, поскольку «Маус» в одиночку — очень легкая цель для врага, и воевать на два фронта ему крайне тяжело. Для примера возьмём карту «Руинберг». А говорим сразу, что рассматриваем действия только в городской части, поскольку выходить на открытое пространство нам не рекомендуется. В начале боя идём на квадрат G3, где используем разрушенный дом в качестве укрытия. Через амбразуру мы можем вести огонь. Если противник будет рашить по третьей линии или встанет в позиционный бой, мы сможем наносить урон сопернику, при этом оставаясь защищёнными от ответного огня. Из данного квадрата мы можем предпринять следующие действия — переехать в F2 и работать из-за угла в случае большого скопления сил противника, продавливать третью линию или же проехать в J2, если враг прорвёт малый город. Как правило, на каждой карте вы совершаете несколько ключевых действий, вследствие которых достигается преимущество одной из сторон. На «Маусе» мы не способны быстро переместиться с одного фланга на другой, поэтому изначально выбираем направление вероятного движения основных сил врага и там исполняем свою роль. На открытых картах, таких как Малиновка, Прохоровка, Эль-Халуф, Песчаная река, Степи, мы не можем реализовать преимущества нашего танка. «Маус» медлителен — ему тяжело быстро поменять позицию или найти укрытие. Его огромные габариты позволят противнику быстро его обнаружить, и залп вражеской артиллерии не заставит себя ждать. А посредственное пробитие и не самая лучшая точность не позволят нам вести огонь на дальней дистанции. На Малиновке лучшим вариантом будет встать возле коровников или монастыря. На Эль-Халуфе мы можем укрываться за горами. На Песчаной реке необходимо доехать до города, и там постараться укрыться от вражеского огня. На карте Степи можно встать за камнями и оттуда вести борьбу с другими тяжелыми танками. Прохоровка — одна из самых неблагоприятных для «Мауса» карт, поскольку нас могут засветить и уничтожить раньше, чем мы успеем добраться до удобной позиции. Поэтому передвигаемся аккуратно, используя имеющееся укрытие, дома в деревне, например. Любые другие действия приведут к неминуемой гибели. «Маус», как немногие другие танки, сильно зависит от карты. В этом и заключается сложность игры на данной машине. В ущельях и других скрытых от артиллерии местах он способен на многое, но как только мышонок появляется на открытой карте или остается в одиночестве, он становится весьма уязвим. Успешно продолжить бой в таком случае получается нечасто. Отдельно отметим серьёзную уязвимость «Мауса». Когда вы ставите танк под углом, противник может выстрелить вам в каток. Снаряд пройдёт через него и попадёт в 80-мм бортовую броню. На дальней дистанции этого можно не бояться, а вот в ближнем бою стоит следить за тем, куда целится противник, и своевременно доворачивать корпус, стараясь добиться рикошета. При клинче с практически любым другим танком мы можем использовать свой максимальный вес. Пусть урон от тарана не так высок, но он будет не лишним. Чтобы танк был эффективнее в бою, устанавливаем следующее дополнительное оборудование. Досылатель, стабилизатор и усиленные приводы наводки помогут лучше работать на ближней дистанции, быстрее стрелять и сводиться после отворота башни. Из навыков для экипажа — наиболее эффективны следующие комбинации. На этом всё. Удачи на полях сражений! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова